Мы очень интересная история, мы потом прочитаем или читаем о Гедеоне. Самсон, мы же еще следующий этап, Самсон. Самсон, это следующий этап. В любом случае, мы, Гедеон, он воевал с медианами. И интересный человек, потому что в историях судей, Бог избирал людей из разных колен, из разных сословий. Гедеон у нас кто? Из Вениамина, ты был первый. Но он, мало того, он еще и у нас точил, да, вот это то, что он делал. Зерно точил. Был обыкновенным колхозником, имел свой кибуц. Где-то втихарят, да, вточили, выбивал зерно. И является ему ангел-господин, и дважды он переменяет тактику. Но что интересно с Гедеоном? Как спровоцировать войну? Как он провоцировал военные действия? Ведь все поселения, где он жил, они были на стороне идолопоклонства. Он рушит идола и возбуждает гнев всего поселения. Я думаю, ну, как вот израильтяне. Вот, с одной стороны, у них и Тора была, и ходить нужно было на поклонение в Шиол. И тут у них и свои идолы были среди поселений еврейских. А вот там есть одна история. Поскольку, как Гедеон победил, да, его мама построила еще одного идола. Помните, да? В честь победы. В честь победы. Я думаю, вроде бы ревнитель Божий такой, знаете. И все равно маме позволил сделать какие-то такие вещи. О чем это говорит? Говорит о том, что фактически Израиль был поглощен вот этим, может быть, непосвященностью Богу Авраама, отца Хаякова. Поэтому в конце судей вы можете читать, что каждый делал то, что не думал, что право его в глазах. И это проблемы. Гедеон, он воюет, у него было 300 воинов. И он фактически воюет, побеждает через страх. Нагоняет на своих врагов кучу страха, и таким образом и происходит победа. И я иногда думал, вот делали 300 спартанцев. Было бы интересно, кто-нибудь создал бы фильм «300 гедеоновцев». Но все же Гедеон был довольно хорошей личностью, серьезной личностью и судья. Хотя он не был судьей, как законодательным действием. Но он производил суд. Суд Божий над теми людьми, которые порабощали Израиль. Нас осадили, как можно сказать, или же доставали Израиль путем военных, либо грабежей, либо давлением. Мы подходим к одной истории, которая была сверхъестественной историей в жизни Израиля. Это обещанный Богом Назарей. Назарей Божий. Самсон. На иврите его Шимшон называли. Шимшон. Да. Шимшон. В наше время это такое, другое совсем положение. Он жил где? Кто помнит, где жил? Самсон. Шимшон. Назарет. 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 И в чем интересна эта история? О том, что, наверное, избранность Божья была в его истории сверхъестественная. Он, Господь заранее предупреждает его родителей о том, что родится судья. Если в других историях мы видим, что Бог избирал уже обыкновенных людей, которые жили в Израиле, то здесь история Самсона, она уже идет сверхъестественным вмешательством Божьим и руководством идет от Бога. Мы понимаем, что его влюбленность в филистимлянку Далиду послужила его крушению. Его крушение, его надежды, он приступил много заповедей, которых мы читаем в Писании. И все же судить его мы не можем строго по многим причинам. Фактически мы не видим, чтобы он следовал Торе. Он просто следовал тем параметрам, которые были даны Богом для его матери. Чтобы он никогда не стриг своих волос, чтобы он не употреблял вина. И, конечно же, его желание соединиться с другими народами противоречило Торе и противоречило желанию родителям. Но, вопреки родителям, он все-таки женится на филистимлянке. И это послужило первому конфликту. И написано там, интересно, что не знали они, что это было от Господа. Что это причина первая, за что нужно было мстить филистимлянам. Я знаю, что у многих людей есть вопросы, например, есть ли назарейство сегодня. Как это назарейство открывается. Если читать Писание, то люди брали назарейство, либо пожизненное назарейство, в которое они входили, либо это было временное назарейство. И насколько сильно оно сегодня. Стоит ли сегодня людям брать на себя вот этот клятву обет назарейства. Я буду говорить так прямо, что на сегодняшний день этого делать не надо. То есть, нет причины. Нет причины для назарейства как такового. Но что такое назарейство? Это некие обеты, которые ты держишь пред Господом, за которых ты несешь ответственность. Но с другой стороны, принципы назарейства можно употреблять для людей, которые пришли к Богу, хотят посвятить свою жизнь. И эти принципы чаще всего можно вставлять в реабилитационный центр, где люди могут брать на себя ответственность. Ответственность, могу говорить, не пить вина, удерживаться от каких-то других привычек, держаться Писание, держаться Бога. И я думаю, что в этом прообразе Самсона мы видим и освободителя, того мессию, который ожидал Израиля, что придет тот, кто освободит их от филистимлян. Но также мы видим те ошибки, которые мы видим через Писание проходят через красную нить. Это не следование Божьим правилам. Раскаяние Самсона было очевидным, и он молился Господу о том, чтобы было прощение, и он погиб вместе с филистимлянами. Тогда это важная часть. Что непослушание всегда приводит к оковам, к рабству, к, можно сказать, над смешкой, над унижением. Что можно, как этих судей, особенно Самсона, можно вывести в Новом Завете? Давайте порассуждаем. Есть там теле… да, возьмите микрофон, пожалуйста, микрофон. Он включен? Я думаю, что Самсон именно был прообразом Ишо. Ну, в любом случае, какой-то имел, вот то, что он в Назарействе находился, он не должен был пить и того, и другого, хотя Иисус был когда на празднике, и он употреблял. Ну, как бы здесь, я думаю, что это было его… именно касалось части Мессии. И, наверное, это было, наверное, в каждом судье. Ну, да, я думаю, что это правда, что в каждом судье часть освободителя, помазанника на данное дело освобождения присутствовала. То есть, мы видим, что через всех пророков, да, вы, пророки, мы говорили о том, что пророчества должны были исполняться. Через все части пророков мы видим картину будущих, будущих, может так, возвещалось о будущем Мессии. Пророков таких, я это замечаю, видно там. Но что именно в Самсоне очень важно? Нет, то, что он блудник, это понятно, мы все нечисты в данном смысле. Что? Что вот в Самсоне, то, что он блудник, это понятно такая. Что? Ну, смотри, даже будем говорить так. Если брать о том, что он нарушил законы, пошел, взял себе невесту из Филистимлян, но разве Господь его оставил? Нет, конечно. Там было написано, там было написано на новом сфере, что Игру Господь пошел на него, и он сделал сок. Вот. Он найдет себе в жертву. Да, он сидел в этом сок, и это было заст. Ну, понятно. Есть место Писания, есть место Писания, которое говорит, нет человека, который бы делал добро и не грешил. Другими словами, иногда в наших добрых помышлениях, в наших добрых пожеланиях сделать добро, да, мы наталкиваемся на то, что, ну, как сказать, случайно, неохота, неспециально мы делаем зло. А можно тоже сказать, да? Да, можно говорить, может быть, сейчас у нас дискуссия небольшая. Ну, во-первых, он, ну, то, что он родился чудесным образом, там же ведь, там тоже его мама зачать не могла. Да, хорошо. То есть, потом он был посвящен Богу, но он на зарейство опять взял, не пил вина, не стриг волосы. В этом тоже его вера была, потому что, ну, он как бы до конца это хранил, и он понимал, что его сила на волосах была, ну, потому что Бог так сделал. То есть, а как сегодня можно параллели-то провести? Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что на сегодняшний день а Бог, ну, после смерти Христа еще ближе к нам стал. И вопрос, пить не пить вина, это, конечно, такой очень интересный вопрос. Я для себя выбрал, что я не буду пить его, потому что, ну, чтобы со мной не получилось, как вот было с детьми Аарона, и плюс к тому, что я сегодня считаю, что мы тоже являемся отчасти судьями. То есть, ну, это опять же мое, как бы, личное мнение. Вот, ну и потом, как бы, все-таки после того, как он согрешил, и было вот это падение, да, его, он раскаялся. Потому что в конце видно конкретно очень сильный момент раскаяния, потому что он возвал Бога, и Бог вернул ему силу в конце, и, ну, то есть там был, как бы, да, но именно в момент раскаяния был его, то, что он осознал, сила была в вере его, в Господа. Нет, 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 нет. нам легко судить потому что мы читаем все писания нам хорошо поставьте себя что у вас ничего немал еще какую я мысль уловил ну только поймите правильно не они не хочу сказать что легкомысленно можно делать но бог использует и пишет историю ну через несовершенных людей через людей которые делает ошибки ну простые как мы с вами то есть это не значит что надо стать совершенным и тогда можно делать бог через таких простых которые люди ошибаются делает свое дело то есть такой момент что я не имею ввиду такой подход чтобы действительно есть фишка можно не но если вы посмотрите через всю линию например те те же пророков которые мы будем изучать того же илью элисея там столько было вещей которые сегодня христианину например или верующих у них понедлений нельзя особенно например те кто кричали там пляши вы пляши вы тогда сюда там он такая ну что сделать благословил их ну так на смерть вышла до вышла медведица хлоп хлоп это самое кто сегодня бы до здравом уме бы из верующих современных такого ну учение веры и так далее бы это сделали сказали бы все виноват сядь на 15 лет вызвал оружие пожизненное бы дали дата и ну вот это не происходит конечно же сегодня другой мир но бог один и тоже но смотрите хочу интересно вам сделать одну вещь показать каким образом бог именно вот вводит это этого самсона в жизнь израиля а вот таким образом его чудным во первых это одно из чудных таких явлений а такое явление было также и саре с авраамом помните да ангел господин и если мы говорим о том что ангел господин тогда явился и говорил саре что ты смеешься типа через год у тебя будет ребенок мы все понимаем что тогда это было еще одно как бы бог бога явлено или же человека божьего мы говорим там мессия явился до того как он пришел страдать мы там написано ангел господин что он из четырех не был в саду мегаморре это он потерялся по дороге да вот и он говорит господин господин и заметьте здесь то же самое она говорит что и вот ты знаешь ты начнешь и родишь сына и бритва его не коснется головы его потому что он от самого чрева чрева младенец и будет назарей божий и он начнет спасать израиль от руки филистимлян она пришла и сказала мужу своему человек божий приходил ко мне человек божий то есть можно встречаться часто как пророк посланник да вот и дальше он говорит которого вид как вид ангела божия ангел божий и вот слово ангел очередной даже на иврите учатся как как лохим да вот как 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 господин посланники да вот и дальше он говорит о позже подчеркивать весьма почтенный то есть это не был простым ангелом вот весьма почтенный и не спросила его откуда он и не сказал мне имени свою то здесь как бы есть предпосылка что мессия да вот или могу и мишуа еще являлся ей говорил о чудесном право проводя параллель с тем что будет в будущем то спасение будет израиля он будет назарей и он начнет спасать израиль начнет спасать то есть он заложит что-то особо сверхъестественное спасение понятно да вот как бы этот мы понимаем что в жизни самсона есть хорошие плохие истории с нашей точки зрения вы так с нашей точки зрения точки зрения тех кто может быть знать писание например он прикоснулся к к льву до мертвому вот пах по христиански все он нечист он не должен бы это делать но писание написано что он будет нечист до вечера то есть как бы нет никаких вещей нет много бы ситуации ну плохи то есть мы сразу так вот себе не изучая ветхого то есть тонаха полностью вот левитом и так далее мы не мы не изучаем с маленьких вещей которые говорят будь нечист до вечера там или там должен омыться и будь чисто да бы прикоснется к мертвому и там и еще такие вещи которые вот эти 613 заповедей которые они мелкие но и но которые влияют согрешил ли он тем что он прикоснулся к мертвому животному нужно было бы приносить жертву за то что он прикоснулся или согрешил нет там четко написано что он будет до вечера он нечисток она мыться должен все мы не видим что он обмывается но мы видим что история продолжается уже в другом доме и есть еще другие истории которые показывают как бы так божье нисхождение к самсону хотя о самсоне тоже говорится в новом завете да у меня нету времени говорить о самсоне давиде да вот это к евреям почему там именно показывает 11 глава послать да почему именно вспоминает и этих людей коротко но вера есть он говорит что вера есть и употребляет этих людей как людей верующих верующих мы верующих я и ほ и хуй ехут что что микрофон почитать поэтому пропустил и что еще скажу не достанет мне времени чтобы повествовать о Гедеоне о Вараке, о Самсоне, о Ефае о Давиде, Самуиле и других пророках которые верою побеждали царство творили правду получали обетование, заграждали уста львов угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи были крепки на войне прогоняли полки чужих да, вот просто как бы затронуть Ефая который пообещал Господу о победе, все что первое выйдет принести в жертву вы должны понять что в Израиле запрещалось счетоприношение человека посему данный вопрос он как бы с разных сторон поднимается даже с самими раввинами некоторые соглашаются тем что он это так и сделал потому что должен был свои клятвы перед Господом исполнять но некоторые ссылаются на то что уединение или же не выдавая замуж свою дочь и уединение с этой самой как где написано что я пойду проведу время со своими девицами да там вот плачет то есть она плачет девство то что у тебя надо попрощаться с ней или как это ну то есть вопрос именно остаться в вот таком не выйти замуж может быть эскетом таким могло служить и таким таким же тоже жертвой тоже жертвой потому что Павел на это ссылается на то что тех тех кто хочет держать свою дочь ее девство да то есть это для Господа он это особенно это как жертва особенная жертва и я думаю что в новом завете такая вот параллель может быть и существует с этим с этим моментом извините так проливать кровь нельзя было жертву приносить людей вот это нельзя было а вот то что человек не женится не замуж не выходит да то есть хранит свою деву довольно серьезная жертва довольно и Павел на это ссылается на эту вещь и некоторые видны ссылаются на то что она была как эскет она была удалена от людей и это была большущей трагедией ну это такая вот часть у нас перерыв такой момент я больше буду я склонен верить тому что Бог не допустил бы жертвы потому что при всем том что при всем том что когда Авраам Бог сказал Авраам принести цакам жертву он остановил и Авраама потому что он не хотел жертвы людей жертвы людей были ему противны это делали язычники в данной ситуации думаю что замена была язычник 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 Продолжение следует...